Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ Доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал Страна.ФМ в студии Влад Кутузов. Валерий Майорова. Здравствуйте всем еще раз. И как мы могли догадаться, потому что клип-то мы посмотрели и песню послушали, только что Асет у нас был, а я Асет у нас сегодня в гостях! Доброе утро! Привет! Мы уже с вами так, прям, вместе. Слушай, мы хотели о чем спросить. Мы сегодня с Лерой вспоминали, когда мы виделись. Это было до Нового года или после уже? Это было, по-моему, осенью. Это было, по-моему, может быть, в октябре. Эх, Лера! Потому что я говорю, Майорова, давай спросим Асет сразу. Новогодние праздники, они были все-таки давно, но тем не менее, как прошли, чего там получилось, чего не получилось. А я говорю, ты уже недавно была, в январе. Да, на деле мы видели все же. Да, ну, как-то раз, все это время. Сейчас же астрофизики говорят о том, что что-то случилось, и время, оно как-то сжимается. Мы этого не замечаем, для нас не понятно. И вот с погодой явно что-то случилось. То есть на 10 градусов ниже климатической нормы, как минус 20. Слушайте, ну, вообще всегда была такая зима, как вот говорят родители и так далее. Мы просто разбаловались и привыкли, что у нас всегда... Ну, мне кажется, нормально всегда были морозы. Сейчас ты молодец, ты вносишь хорошую такую здоровую нотку оптимизма. Слушайте, ну, они сейчас закончатся скоро, все равно когда-то это кончится, скоро же весна. Так, про морозы, ладно, вот я про астрофизиков. Ты понимаешь, когда красивая девушка талантливая начинает про астрофизиков, надо ей дать досказать. Ну, да. Дело в том, что астрофизики доказывают и показывают сводки, что время как-то поменялся, оно идет быстрее. Нам это непонятно. То есть у нас час 60 секунд, вроде он и есть. А там все как-то быстрее. Я не понимаю до конца, что это, но... Но чувствуешь на себе. Ну, чувствую на себе, потому что время действительно очень быстро идет. Я не понимаю, вы не ощущаете, что что-то происходит, что человек сжимается? Слушай, я вчера буквально прочитал, что ученые пишут о том, что чем старше человек, к вам это не относится, а ко мне в полной мере, естественно, то тем у человека время быстрее бежит. Либо так. А я еще, знаете, что читала? Я читала, что человек может временем управлять. Грубо говоря, если ты опаздываешь куда-то на самолет и на поезд, а очень хочешь успеть, ты говоришь, так, я сейчас, время замедляется, я успею. У тебя бывало такого? Такого не бывало, я просто быстрее начинаю бежать, когда я куда-то опаздываю. Ну, ты все надежно идет по старинке. Вот так у меня бывает. А так, я не знаю, да, по старинке. Слушай, у меня такое ощущение, что началась программа «Наука и технологии» здесь на Телер-Радио Канал-Странсу. Не в ту сторону пошли. Ну так, очевидно, невероятно. Раньше была какая-то такая программа. Ну давайте про Новый год. Как прошел Новый год? Новый год прошел прекрасно, праздники замечательные. Но, понимаете, мы творческие люди, мы вот не любим сидеть без дела. Поэтому нам скорее, чтобы вот праздники закончились и уже что-то делать. Вот у меня так. Когда сидишь и ждешь, когда же эти праздники закончились. Я в этом году никуда не уезжала. Я была в Москве, между дачей и Москвой. В общем, как-то так. Ну я люблю просто активность. То есть вот эти 10 дней, они изматывают тебя больше, да? Ну если ты ничем не занят, если ты никуда не поехал, то да, страна как-то что-то... Я не согласна с тем, что у нас только к середине февраля проснулась страна. Ну вообще, в принципе, так никто ничего не хочет делать. Это тянется с 1 января до 15 февраля. Вот как-то вот так. В январе как-то все это... Так, а вы знаете что, вот просто вот в открытии 2018 года, какие цели ты для себя поставила, что в 2018 году обязательно я сделаю это, это и это? Выйду замуж. О, молодец! Молодец! Вот я прям горжусь тобой. Так и нужно, так и нужно. Не нравится ваша улыбка. Не-не, я хотел про творчество, ну про песни, там про все вот это. Ну что это творчество, понимаете? Творчество, оно уже много лет, оно еще будет всегда. Это же значит, что все-то... Ну это я так, конечно, и прикалываюсь, вы же понимаете. Творческих планов тоже очень много, и много выходов песни, и новые какие-то клипы должны сочиняться и делаться. Это такой процесс, который никак, ну, не останавливается. Поэтому что о нем говорить? А вот лично... А про личное подробнее поговорим? Да нет, нет, не обязательно. Ну, а я думаю, что вполне, у нас сейчас небольшой перерыв, и мы к этой интересной теме обязательно вернемся у нас в гостях. Ассет, друзья, доброе утро, это телерадиоканал Страна Ипро. Потрясающий Ассет у нас в гостях сегодня находится, друзья, и мы хотим пригласить вас в нашу беседу, что вы сидите, отмалчиваетесь, может быть, вы уже... уже... Еще спите, просыпайтесь, давайте, будьте с нами. А кто-то и уже... А кто-то и уже... А, кстати, есть такие люди, да? Есть еще как творческие, если артист всю ночь колбасился, а потом к 10 уснул. Все, может быть. Но потом всякие профессии же есть, там, машинист, он тоже... А, нет, машинист, да, часу ночи работает в метро. Ну, а потом спят до обеда, нормально. Ну, да. Так вот, друзья, уже или еще, в общем, давайте пишите свои вопросы относительно творчества и личной жизни. Вдруг у нас будет настроение и ответит... А ты напомнил WhatsApp? Нет, я собираюсь это сделать, вы не даете мне 8-909-928-1-89-9. Пишите, ждем ваших вопросов. Ну и что, по творчеству? Я хотел сказать, что у нас сегодня премьера клипа, во-первых, будет. А, давай, давай. На песню «Болею тобой», правильно же? Да. Это все совсем скоро, друзья, поэтому ни в коем случае не пропустите. Вот Лера начала говорить, Асет, по поводу того, какие цели ты себе... Мы об этом... вся страна об этом узнала. Какая у тебя главная цель теперь? Да-да-да-да-да-да-да. Ну, это главное, нормальное женское желание и цель. Ну, молодец. Скажи, пожалуйста, ты вот из тех людей, которые ставят цель, вот сейчас поясню, я, например, себе в начале года купил реально красивый и дорогой блокнот, и прямо вот, ну, я же не читал с умных книжек, и прямо вот каждый день надо писать цель на весь день, на неделю, на полгода, на год и так далее, то вот месяц прошел с лишним, девственно чисто. Я думала... Вообще просто. Месяц прошел с лишним. И ручка лежит такая новая. Ничего не написал, ничего не хочешь? Ну, одно желание написал, но его надо переписывать каждый день. У тебя как с этим происходит? Ну, вот надо как-то сформулировать, значит, это же... Ну, вообще, я, честно говоря, этого не делаю, не пишу, но когда-то иногда пишу и писала, и даже более того, знаете, что я делала, как это называется, коллаж я себе делала, коллажи и вешала себе... Визуализация. И вы знаете, действительно, это как-то вот оно сбывалось. Ну, это в смысле, вот прям хочу такую машину, и машину повесил. Ну, грубо говоря, да, хочу там это самое, хочу то, хочу это, это сбывалось. И действительно, там потихонечку сбывалось, я верю в это, что если ты действительно что-то очень хочешь, этого желаешь, это, знаете, как я точно... Я очень люблю Николая Носкова, он сейчас болеет, в общем, хочется пожелать ему здоровья. И это мой действительно любимый, например, музыкант, да, я ходила на много его концертов, вообще практически на все большие концерты, потом получилось так, что я с ним спела. А потом, когда я посмотрела на свой коллаж, а у меня там много всего было, вообще все, и про любовь, и про музыку, и про песни, и про машину, и смотрю, у меня там фотографии, значит, Николая Носкова. То есть это где-то вот, ну, то есть, понимаете, на каком-то уровне это вот что-то вот, я в это верю. Слушайте, ну, это действительно работает, это правда работает. Ну, наверное, да. Ну, 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 не с тобой, да, ты, наверное, из другого поколения. Ну, это нужно, да, это нужно как-то вот искренне пожелать, искренне написать, или просто искренне что-то подумать, и оно потом как-то осуществляется. Слушай, я к чему начал, Валерий, извини, пожалуйста, вот ты вот, творческие люди, все-таки, они же, у них же не настолько структурировано сознание, это же, да, они немножечко, ну, по-другому они мыслят, я вот к чему. Ты себя относишь к вот человеку расчетливому в этих планах, в этом плане? Нет, 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 я абсолютно безалаберная, к сожалению, то есть мне не хватает, наверное, лишнего. Знаете, что такое творческий человек? Вообще, вот, я обратила внимание, что больше в жизни достается тем, кто усидчивый и работоспособный, а вот кто одарен или талантлив, и там вот часто не хватает характера, чтобы чего-то добиваться. Да, это правда. Ну, у меня такое ощущение, что я где-то между, потому что где-то не хватает усидчивости, где-то, в общем, как раз у меня, я живу одним днем, я никогда не знаю, что у меня завтра, чтобы понять, что у меня завтра, я только вечером понимаю, начинаю планировать. У меня вот, я больше за спонтанность, я уже к этому привыкла, мне так легче. Ну, с другой стороны, золотая середина получается. Ну, может быть, я не знаю. Слушайте, а близкие-то привыкли к спонтанности, что прям хлоп и все, вот сегодня так, завтра так? Ну, где-то, ну, это, наверное, из семьи идет, наверное, у нас в семье. У меня вот как-то родители совсем разные, но они, тем не менее, вот 40 лет вместе живут. То есть, что у папы всегда каждый раз все у отца меняется, там, может поменяться. Никогда не знаю, что у мамы, она все-таки там человек точной науки, и она доктор политических наук. Асина, у нас песня пошла сейчас, давай послушаем. Прервемся, да, и вернемся скоро, друзья. Да, конечно. Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ. И еще раз всем доброе утро, это телерадиоканал Страна.ФМ. С нами сегодня Асет, и мы начали говорить о самом интересном, о ее родителях. О ее родителях, как вот они поживают, как у них дела? У меня родители хорошо поживают, у них все нормально, они работают, они еще молоды, сильны. Вот, мы, я им помогаю, как могу, поддерживаю. Ты говоришь, что они очень разные, и вот, мне кажется, все же из семьи идет. Это, знаете, как хочешь посмотреть там на детей, посмотри на родителей. Абсолютно верно. Хочешь посмотреть на будущую жену, посмотри на маму, на бабушку, вообще, как это все. Или там наоборот, как-то вот так же говорят, народная мудрость. Есть такая мудрость. Сейчас даже для многих, я не знаю, хорошая это новость или плохая, для всех по-разному. Слушай, но это работает, да. Ну, это работает, да, наверное, как. Я не знаю, ну, вообще, с другой стороны, для мужчин, не знаю, может, это и не работает. А вот я хотел спросить, а если наоборот перевернуть все это? Это надо у мужчин спрашивать. А если ты хочешь выйти замуж, ну, от вашего лица, я говорю, уже, если ты хочешь выйти замуж, посмотри на отца. Нет, нет, не так. Там по-другому? А хочешь узнать, как будешь жить ты, посмотри, как живет семья твоего мужа. А, вот так вот. Ну, вот, да, ну, все же устои, все равно привычки, все внутреннее, да, какая-то история, это же все, конечно, ну, закладывается родителями. Ну, ты мне скажи, они тебя сейчас вот воспитывают уже, или они сказали, ну, что выросло, то выросло. Нет, ну, они, конечно, где-то что-то, ну, как, ну, естественно, где-то и воспитывают, где-то мы там спорим, можем где-то там поругаться, там, выяснить какие-то, это же нормально. Конечно. В семье это нормально, а как по-другому? Просто другой вопрос, что ты уже, я уже становлюсь старше, да, и я, может быть, мудрее становлюсь, я не знаю, как это называется. Наверняка. Я понимаю, что родители действительно не молодеют с каждым годом, что им надо помогать, что их не поменяешь, да, в какой-то, вот, в чем-то, что они такие уже какие-то, что их надо любить. И, знаете, как говорят, там, во всех религиях, по крайней мере, даже вот там сейчас пост идет, ну, вот любые какие-то такие моменты, что прежде всего нужно свое, как бы, как это называется, ну, то есть себя брать в руки и со своими близкими не вступать ни в какие-то там разногласия и так далее. А попробуй это сделать, это же очень трудно. Конечно. Потому что именно на близких мы всегда там можем сорваться там и так далее, в общем. Ну, то есть. Особенно, если ты держишь себя в руках, а они нет. И что делать? Ну, да, ты должен именно, вот, как бы, да, смиренно как-то к чему-то подходить, то есть вот это вот такое самое-самое послушание. Ну, попробуй это сделать, это никто не выдерживает, это сложно, самое сложное. Особенно, когда человек творческий, и у него темперамент ого-го? Ну, конечно, наверное, да, да. Наверное, наверное, да. Слушайте, я вот хочу все-таки опять метнуться в сторону творчества. Сейчас, получается, прошло два месяца 2018 года, и за эти два месяца, ну, судя по твоему инстаграму, ты успела огромное количество вообще мероприятий, и тут засветилось, и там засветилось. То есть фестиваль «Битлз» был у тебя. Какие еще были концерты, которые ты можешь для себя отметить, что прям вот, ну, классненько было? Было фестиваль «Битломания», потом вот буквально на прошлой неделе мы выступали на фестивале «Юмор в джазе» в городе Челябинск. Хорошо. Мы ездили, да, это был такой фестиваль, там были очень хорошие коллективы разные, то есть это фестиваль Игоря Бутмана. А «Юмор в джазе» вы там шутки шутили? Мы пытались, да, шутки шутить, но это где-то отображалось именно в музыке, понятно, что там какие-то моменты были на сцене, я что-то, естественно, рассказывала. Ну, анекдоты я не рассказывала, но между песнями что-то говорила. Вот, в общем, в принципе, все равно что-то происходит постоянно, я даже потом спрашиваю у своих вот девочек, девочки, а что у нас там было? Ну-ка, напомните. Ну, вот недавно был Челябинск. 9 марта будет небольшой, это сейчас я уже анонсирую грядущее. Да-да-да. Это вот такая вот история, к которой мы готовимся вот на ближайшее время. То есть там огромное количество музыкантов, барабаны, все дела? Ну, конечно, конечно, да. Много музыкантов, много хорошей музыки, преимущественно, конечно, моей. Вот в 16 тонах будет только мое авторское, будут примеры новых песен, вот такая история, да. Друзья, хотелось бы сказать, что Асет нам обещал сегодня спеть. Давайте я спою, конечно, с удовольствием. Давай сейчас послушаем песню у нас, Валерий, в эфире телерадиоканал Страна ФМ, и через несколько минут к вам вернемся и будем распевать песни. Мы тоже постараемся помочь, насколько это будет возможно. Мы не будем мешать. Насколько нам хватит способностей, одаренности, не бойся этого слова. Асет у нас в гостях, доброе утро всем. Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. Ох, ребят, сейчас такой волнительный момент. Распевались, 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 распевались. Вот, вы слышали, да? Это был фрагмент распевки, и сейчас готовы приступить к живому выступлению. Да, как Асет нам обещал, песня будет называться... Мой самый главный кайф. Ох ты! Это такое, название такое, знаешь, такое, как рэпчик. Эта песня, да, вы знаете, эта песня, вот, альбом вышел осенью, пока мы здесь, русскоязычный альбом, и вот эта песня, заглавное, очень любят дети. Кстати, все мои ученики выучили уже наизусть эту песню. Ну что, все готовы, да? Так что вам посвящается. Спасибо, будем слушать и прихлопать. Поехали! Давайте! Вечерний город стих молчит со мной. Я наслаждаюсь этой тишиной. В твоих родных глазах смеется первый снег. Мой самый главный и самый сложный человек. Открой глаза на миг, иди со мной на свет. Минуты редкого тепла длиною в миллионы лет. Пусти меня в свой мир, и обо всем забудь. Нашим сердцам пора немного отдохнуть. И даже если нас запутает зима, и даже если мы сойдем с ума, И если вдруг весной вас не согреет май, Но ты всегда со мной мой самый главный кайф. У нас опять дуэль огонь, и лед, а за окном метель про нас поет. Пойми меня, пойми, как в первый раз, И новый дивный мир откроется для нас. И даже если нас запутает зима, И даже если мы сойдем с ума, И если вдруг весной вас не согреет май, Но ты всегда со мной. И даже если нас запутает зима, И даже если мы сойдем с ума, И если вдруг весной вас не согреет май, Но ты всегда со мной. И даже если нас запутает зима, И даже если мы сойдем с ума, И если вдруг весной нас не согреет май, Но ты всегда со мной мой самый главный кайф. Друзья, все в нашей студии сегодня Очередная певица, у которой без обработки вообще голос звучит шикарно. Шикарно, конечно. Утром и без обработки. Ну вообще песня такая утренняя, яркая. Это профессионализм. Абсолютно. Абсолютно. Даже не поспоришь, действительно. Шикарная песня. И даже вот как-то... Спасибо вам большое. Прям вот нет сопонимо. Так, ну а впереди, напомним, у нас совсем скоро уже премьера клипа. Ага. Между прочим, осет, да? Да, да. Так что мы к вам вернемся. Сейчас у нас небольшой перерыв. Через несколько минут, но вновь возвращаемся по страной фэм. Снежная, яркая, красивая, талантливая. Вот я вот прям вся в восторге. Зеленая, потому что весна скоро, понимаете? Ой, кстати, 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 вот между нами девочками. Во-первых, зеленая, как весна. И вообще этот цвет денежек, да? У нее еще и ботиночки какие красивые. Прям в тон платья. Со смехом. Попокажешь, да? Во! Аплодисменты, ребята! Ботиночки шедевр! Я это сделаю сейчас. Они очень смешные, мне кажется. Они реально очень смешные. Они на ноге смотрят, знаете, как едите такие. Эть! Такие. Это очень смешно. Ну, мне нравится такой немножко с прибабахом, да. Я говорю, просто насколько сложно вот это все подобрать, что все аксессуарчики, сережечки. В общем, это сложно. Так вот это случилось. Я люблю зеленый цвет. У меня очень много вот именно вот даже вот каких-то концертных платьев именно вот в этих тонах зеленых, да. Вот зеленый, да, он свет жизни. Ну, вообще энергию дает, да? Да. Ну, кстати, Асид, несмотря на то, что твой цвет зеленый, вот ты об этом только сказала, мы с Валерией сегодня вспоминали красную шляпу. Да. А, вот. То есть, видите, я к вам всегда в главных уборах. Вы заметили? Да. Ялая помада. Значит, в следующий раз надо что-то еще предпринять. Не знаю, что. Ну, значит, в следующий раз мы очень рады слышать это из твоего. Наверное, надеюсь. Ну что, у нас там далее, я смотрю, премьера. Да, у нас сколько? Уже совсем скоро же, да, премьера? Через минутку. А, совсем скоро. Слушай, ну, может быть, пару слов все-таки о песне новой, а потом мы клип посмотрим, уже о клипе говорим. Очень интересно получилось. Эта песня была придумана и создана, создана, как правильно сказать? Создана. Создана все-таки, да. Еще в ноябре прошлого года, то есть вот это почти полтора года назад. Да. Мы ее сделали. Песня, скажем так, для меня, наверное, не очень, как вот мои поклонники скажут, а если это что-то у тебя новое, что она все-таки немного электронная, несколько, да. У меня таких песен еще не было, поэтому эта песня не вошла в альбом, потому что она как отличная. У меня альбом это все как бы вся живая история, то есть мы писали же все живые инструменты. Ну, в концепте, да? Да, в концепте, здесь у нас в этой песне живые были только гитары, все остальное делалось, рулилось и так далее. Поэтому эта песня долго лежала, как-то я ее не выпускала. Потом не хотела выпускать, хотела все какое-то видео снять, и все что-то не то, пятый-десятый выходил альбом, и все что-то, в общем, руки, в общем, мы ее откладывали, откладывали, и в общем, сейчас она вот только-только, можно сказать, вышла. И я ее никуда никому не показывала, она вот полтора года в неведении от всех скрывалась. Ну, как сокровище. Как сокровище, да. Песня была написана мной и прекрасной Катей Ковской. Катей Ковская писала текст, ну, мы писали вместе, но в основном это Катин текст. И, в общем, так вот придумали песню про любовь. Но, а клип вместе с этим мы не очень страдальчески сняли, потому что все-таки такая любовь, но тем не менее она не драматическая, не страдальческая, она просто о том, что вот я болею тобой и без тебя не могу. Давайте прямо сейчас посмотрим, что получилось. И так, кассеты и болеют обоим. Между прочим, друзья, премьера клипа на стране. Мы словно на краю любви стоим, и под ногами неба Безмолвный крик не отпустил. Я болею тобой безнадежно, неистово, я никто, если не с тобой. Болею тобой безрассудно, безжалостно, дай нам шанс, ну, пожалуйста. Болею тобой безнадежно, неистово, чтобы доктор не выписал. Болею тобой безрассудно, безжалостно, дай нам шанс, пожалуйста. Болею тобой безрассудно, безжалостно, дай нам шанс. Болею тобой безрассудно, безжалостно, безжалостно, дай нам шанс. Болею тобой безнадежно, неистово, я никто, если не с тобой. Болею тобой безрассудно, безжалостно, дай нам шанс, ну, пожалуйста. Болею тобой безнадежно, неистово, чтобы доктор не выписал. Болею тобой безрассудно, безжалостно, дай нам шанс, пожалуйста. Ой, как романтично, как это красиво, как это чувственно. Это новый клип о сет на телерадиоканале «Страна.ФМ. Я болею тобой». Можете заказывать в программах по заявкам, ну и вообще слушайте эту песню и смотрите на нашем канале. Да, еще раз напомню, называется она «Болею тобой». А я болею тобой или болею того? Какое название? Болею тобой, болею тобой. Слушай, так много блеска в этом клипе. Да, да, да. Как вам вообще пришла идея, что все должно сиять, искриться? Вот мы так придумали, этот клип снимала прекрасная девушка Александра Бабяк. Она замечательная и видеоклипмейкер, и фотограф прекрасный. Ну, не знаю, вот у нее картинка в голове создалась. Вот придумали форте. Вроде ничего необычного, то есть рояль, казалось бы, да. Причем у меня уже есть такой клип давнишний старый тоже с роялем. И тоже там, по-моему, и свечи горят. А, нет, свечей там не было. Но здесь вот как-то мы придумали, что он должен быть светлый. Вообще, изначально хотели, чтобы он был черно-белый. Потом по картинке поняли, что красиво получается он в цвете. И, в общем, вот так вот. Все рождалось на ходу. Слушайте, ну а долго вообще, я не знаю, там наносить же нужно было этот блеск на руки. Нет, ну это вообще, да, очень интересно. Этот блеск мы наносили то ли на крем, то ли на лак для волос, чтобы он там, он вечно осыпался. Все было в блестках, потом все. То есть лак для волос начал на руки? Да, ну да, или блестки и лаком, да. Ну или да, или так, вот я помню. Не понимаю я вас. А я вот еще смотрела, думаю... А вот так оно по-другому мне не держится. Черный костюм, да. Мне бы это нужно какие-то были другие блестки покупать такие специально. А у нас были такие рассыпчатые, но это было, да. Ну было весело же? Да, было интересно. Сколько по времени у вас заняло съемка типа? Ну меньше, ну где-то полдня, а может быть часов шесть. И потом вся остальная работа на монтаж? Да, на монтаж, но монтаж делала Саша, вот делала... У меня Алиса, вот она сидит скромно, это вообще мой пиар-директор, но Алиса делает все. Она делает всякие там красивые афиши, то есть дизайн, всех обложек красивых, и в том числе монтаж тоже. Мне присылали, например, Ась, посмотреть, ну какие-то версии. Вот первые там вероятно говорят, так этот кадр убрать, здесь я слишком такая, здесь я слишком такая. Убрать это мне не нравится, и они там уже все рулили. Слушай, ну там же, я теперь не могу понять, это вне эфира мы говорили по поводу песни? Сначала была медленная, потом решили ее сделать быстрее. Да, вне эфира мы говорили. Или это в эфире было? По-моему, нет, по-моему, нет. Слушай, расскажи про метаморфозу, да. Да, метаморфоза такая была. Песня не шла, мы эту песню делали, сам продюсировал Костя Ноников. Песня не шла, не получалась. Я приходила записывать на студию вокал, не получалась. И потом, и мы решили ее отложить. А она была просто медленно под гитару. И потом, в какой-то момент я проснулась, утром у меня озарение случилось, я поняла, что она должна быть, называется такой slow dance, что она должна быть электронной. Я позвонила Косте в эту же минуту, сказала, Костя, я поняла, что нам нужно. И он удивился, сказал, слушай, а ты, по-моему, права. Первый раз, значит, наконец-то ты там что-то это. И он придумал, он сделал, и потом уже я записала вокал, и все. Вот она вот как-то, да, вот так с ней получилась. Это замечательная песня. А потом она еще полтора года лежала и ждала, ну вот так. В готовом варианте уже. В готовом варианте. Сведеная уже все, да? Сведеная, да, в том ноябре мы ее делали. Ну вот так вот она... Слушай, а что останавливало? Почему? Хотелось снять клип, чтобы она вышла с клипом, с видео, чтобы прийти к вам в гости, например. Вот это, да, вот это мы внимаем. Сейчас же понимаете, какая ситуация? Сейчас очень странная ситуация. Сейчас люди в основном смотрят, сейчас визуализация нужна. Сейчас люди смотрят вот... Ну да. И песня обычно должна уже выходить с каким-никаким на лучшее видео, потому что это лучше заход. Ай, слушай, у нас осталось буквально 40 секунд, и давай про концерты еще раз пригласим, где, когда, во сколько. Дорогие друзья, приходите. 9 марта будет концерт в гаджет-студию. Вход, кстати говоря, свободный. Но бронируйте места заранее. Клуб такой, кафешка такая, я так понимаю, небольшая. И большой концерт 10 апреля в клубе «16 тонн». У меня день рождения, у мамы как раз 10 апреля. Вот буду и праздновать, и петь песни. Так что вот это будет большой концерт. Приходите обязательно, пожалуйста, приобретайте билеты. Так что мы вас все ждем. Ну что, Асет, большое спасибо тебе. Ждали, дождались мы тебя сегодня. Было очень приятно вообще. Хороших концертов всяких творческих и вообще.